Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и в этом выпуске. 68 летальных исходов от коронавирусной инфекции официально зарегистрировано в регионе с начала пандемии. Трое человек скончались на прошедшей неделе. За неделю было выявлено 115 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за этот же период времени 23 человека. У военкоматов день отправки призывников всегда многолюдно. Поддержать ребят приходят родственники и друзья. 14 новобратцев из Денецкого автономного округа будут служить в частях военно-морского флота России. У всех отменное здоровье. Других на флот не берут. Есть ли препятствия для развития спорта в регионе? За круглым столом в Дренмаре прошли обсуждения проблемных вопросов в сфере физической подготовки перспективных спортсменов. 46 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие выходные. Зарегистрирован еще один летальный исход от коронавируса. Такова ковидная статистика на начало недели. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 278 человек. Еще у семи пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 285 человек. Из них стационарное лечение получают 50 пациентов, а булаторное – 235. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3009 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2735 человек. Из них три – за прошедшие трое суток. В регионе зарегистрировано 68 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1 171 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках Нижней Пеши, Оми и Неси. Обязательный масочный режим системы QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом, сообщается на портале правительства Российской Федерации. Первый законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документы, подтверждающие, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека указанных документов для посещения этих объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решения в использовании QR-кодов и перечни объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организации, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Еще один законопроект о внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и в устав Железнодорожного транспорта РФ является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо документ о перенесенном коронавирусе. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство при отсутствии такой документации, будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта. На заседании постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии, природопользования, депутаты окружного собрания рассмотрели расходы бюджета в сфере агропромышленного комплекса округа в 2022 году. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе в 2022 году предусмотрено несколько видов субсидий с общим объемом финансирования в размере более 770 миллионов рублей. Большая часть средств 576 миллионов рублей будет направлена на субсидии на транспортировку оленины и субпродуктов первой категории для последующей переработки от мест убоя в Наринмар, на производство и реализацию продукции оленеводства и мяса крупного рогатого скота, на частичное возмещение затрат на наращивание поголовья северных оленей, на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока, на производство овощей закрытого грунта. Средства, предусмотренные на расход по субсидированию производства и реализацию продукции оленеводства, отмечают депутаты, заложены не в полном объеме. К тому же в сегодняшних условиях, когда мясокомбинат не может принимать оленину на переработку на прежнем уровне – 1200 тонн, предприятие сокращает количество скупаемого мяса. Единственное, о чем мы не смогли прийти к единому мнению, это по поводу субсидирования производства олениным. Так как были представлены не те немножко расчеты, потому что бюджет верстался еще в июле месяце, и департамент исходил из того, что вся продукция, которая будет произведена в следующем году, она поступит на переработку на мясокомбинат. Сегодня это не так, и мы попросили, чтобы департамент подготовил новые расчеты, и вернемся к рассмотрению этого вопроса 16 ноября. Профильный департамент предоставит обновленные расчеты по выделению данных субсидий к следующему заседанию. Матвей Чубров, председатель депутатской комиссии, курирующий данное направление, также отметил, что необходимо руководствоваться теми запросами, которые предъявляют оленеводческие хозяйства. Он напомнил, что на последнем заседании Совета по развитию оленеводства речь шла о сохранении субсидий в 150 рублей за 1 килограмм продукции оленеводства при реализации сторонним потребителям. На территории Ненинского округа утвержден новый размер прожиточного минимума. На этот раз его сумма выросла на 4%. Если в 2021 году размер прожиточного минимума составлял 22 219 рублей на душу населения, то в 2022 году он составит 23 108 рублей. С этого года изменилась также и методика расчета прожиточного минимума. Если раньше его считали по потребительской корзине, то теперь по медианному доходу. Для каждой категории граждан есть определенный коэффициент, исходя из которого уже рассчитывается итоговая сумма. Так, для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 25 188 рублей, для пенсионеров – 19 873 рубля, а для детей – 23 795 рублей. Характеристики прожиточного минимума используются для выплат пенсий, доплат к пенсиям, которые, социальные пенсии, если они ниже вот этого уровня, то разницу доплачивает пенсионный фонд и софинансирование бюджета на ООО. Мы ежегодно закладываем более 100 миллионов рублей на эту доплату. Также сумма прожиточного минимума используется для выплат детских пособий, социальных выплат малоимущим гражданам и других. В Ненецком округе стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится два месяца. Первые новобранцы из Ненецкого округа отправились служить войска военно-морского флота. 19 новобранцам из Ненецкого округа предстоит отслужить год. Перед отправкой войсковые части их направляют вначале на сборный пункт в Архангельск. Первую группу призывников отправили 14 ноября. Сегодня мы отправляем первую команду с Ненецкого округа ребят. Уходит у нас 19 человек. Идут служить в военно-морской флот. Несколько человек идут служить в западный военный округ. Остальные, основная масса идет на северный флот. В день отправки ребята получили военные билеты и обложки для них от губернатора Ненецкого автономного округа. Также им вручили набор срочника, в котором находятся специальные банковские карты и сим-карты для звонков. Напомним, призывная кампания проходит в несколько этапов. Воинские подразделения военно-морского флота попасть непросто. У призывников должна быть особая группа здоровья. Кто идет служить в военно-морской флот, все идут со здоровьем. Есть такая статья в Федеральном законе о военно-морской оборудовании военно-морской службе. Годен к военно-морской службе без ограничений. Так называемые маршники. То есть эти ребята абсолютно здоровались. В день отправки у военкоматов всегда многолюдно. Поддержать новобранцев приходят родственники и друзья. Сами ребята немного волнуются, но стараются это волнение сдерживать. Говорят, что морально и физически готовы к службе. Добавим, что отличие призывных компаний последних лет от предыдущих – это соблюдение эпидемиологических мер безопасности. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Публичные слушания проекта бюджета Наринмара на очередной трехлетний период состоялись накануне. Главный финансовый документ города обсудили в формате онлайн. Так, доходная часть бюджета в 2022 году составит более 900 миллионов рублей. Расходная часть планируется примерно на этом же уровне. Дефицит запланирован в объеме 4,5 миллионов рублей. Основными источниками налоговых доходов являются налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. НДФЛ – основной бюжетообразующий источник доходной части в очередном году и плановом периоде. Доля налога в структуре собственных доходов наиболее значительна. В среднем это более 80% от налоговых доходов бюджета. На 2022 год налог на доходы физических лиц прогнозирован в сумме 567 миллионов рублей. Налоги на совокупный доход в проекте бюджета запланированы в сумме 45,5 миллионов рублей. Это специальные налоговые режимы, используемые субъектами малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, в качестве неналоговых поступлений в городской бюджет зачисляются доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Поступление от уплаты штрафов, санкций, возмещение ущерба, платежи при пользовании природными ресурсами. Всего объем неналоговых поступлений планируется в проект бюджета на 2022 год в размере более 32 миллионов рублей. Безвозмездные поступления в проекте бюджета запланированы в объеме 234 миллиона. Это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии и субвенции из окружного бюджета. В 2022 году и плановом периоде запланированы к реализации 7 муниципальных программ, охватывающих вопросы экономики, муниципального управления, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, социальной политики. Есть ли препятствия для развития спорта в регионе? За круглым столом на Ринмаре прошли обсуждения проблемных вопросов в сфере физической подготовки. Подробности далее. Федерация Тхэквэндо корейского боевого искусства существует в регионе не первый год. Данным видом спорта занимается немалое количество спортсменов. Более 200 ребят посещают секции у шести тренеров. Сегодня молодые спортсмены готовятся к показательным выступлениям на чемпионате. На данный момент спортсмены, которые уже более готовы, которые будут защищать как честь региона, так же и как сам спортсмен непосредственно, который готовится, который идет по пути спортсмена. Вот сейчас у нас про него тренировочные мероприятия проходят. Уже четвертую неделю мы готовимся. У нас осталась одна неделя перед самым главным для спортсмена соревнованием на территории России. И как что это чемпионат и первенство России. Помимо более опытных спортсменов Тхэквэндо занимаются и ребята в возрасте от трех лет. Сейчас они также готовятся к своим первым соревнованиям. Для юных, конечно, которые ребята только начинают, которые подойдут к этому рангу соревнований, это, так скажем, для Тхэквэндо, это фестиваль цветных поясов, чтобы они понимали, что они сознавали, чтобы они видели, учились, к чему они придут и что нужно необходимо делать для того, чтобы достичь определенного уровня. Желание заниматься и стремление к победам у спортсменов есть, но препятствует этому финансовый вопрос. Небольшие финансовые проблемы у нас, например, существовали для того, чтобы поехать. Участие в соревновании, это всероссийское, оно в Казани, оно более далекое, может быть, транспортная составляющая очень неудобно. Обратился я, как председатель федерации Тхэквэндо, с финансовой, так скажем, проблемой, к Михаилу Леонидовичу Кислякову. Он объяснил ситуацию, мы с ним пообщались. Пообщались вообще не то, чтобы я с проблемой именно финансов, мы пообщались просто по развитию, как спорта, например. За решение проблемы взялись представители регионального отделения партии «Единая Россия», причем не только по одному конкретному спортивному направлению, но и решили оценить ситуацию в целом. Мы точечно начинаем работать по помощи единоборствам, тхэквэндо, бокс с Михаилом Леонидовичем. Это очень важная и партийная инициатива, и я скажу, что внимание прежде всего должно быть уделено подрастающему поколению и в контексте соревновательной деятельности. Мы понимаем, что доступность учреждений у нас существует, и на селе у нас есть спортивные комплексы. Но важно о том, чтобы мы сосредоточили внимание на тех подготовленных ребятах, которые достигают результатов на всероссийском уровне. Поддержка молодых спортсменов на сегодняшний день очень важна не только для развития спорта в регионе, но и для личного роста ребят. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре объявлены торги на оказание услуги по содержанию площадок для выгула домашних животных. Подрядчика определят 18 ноября посредством электронного аукциона. Заявки на участие в торгах принимают до 17 ноября. Специально отведенные места для выгула и дрессировки собак в столице округа впервые были оборудованы два года назад. Тему продолжит Александра Литкова. Для этих швейцарских овчарок площадка для выгула и дрессировки собак – любимое место для прогулок. Их хозяйка Елена Калинина считает, что прогулки здесь открывают замечательные возможности и для владельцев, и для их питомцев. Например, для таких крупных пород выплеснуть накопленную энергию. Я с собаками предпочитаю эту большую площадку. Она удобная по размерам, большие собаки выбегиваются. Я часто встречала, когда здесь собаками занимаются. У нас есть мужчина, который занимается. Я со своими собаками, которые со знакомыми, тоже здесь занимаюсь. Впрочем, не все снаряды подходят для дрессировки. Хотелось бы, чтобы были другие немножко снаряды, которые, например, даже для этих собак, они более грустные. И по этим снарядам им тяжело как бы идти. И нету вообще снарядов для малышей. Те же бигли, которые маленькие, спаниельки. Для них это все большое, а им тоже хочется бегать. Хочется попрыгать по лесенкам, по всяким, через колечки. Но для них этого нет, к сожалению. Площадок для выгула и дрессировки собак в Наринмаре всего две. По улице Пионерской и в районе четвертой школы. Но в основном жителям города проще пойти погулять с домашним питомцем во дворе или в ближайшем лесу. На площадку ходим, но не так часто. Потому что она достаточно далеко находится от дома. Для меня это не совсем удобно. Вот есть такой прекрасный берег, куда мы можем выйти, где животные могут побегать. Поскольку каждому животному для развития полноценного нужна свобода движений. Ну вот мы и выгуливаем. На площадке одновременно могут присутствовать собаки разных пород. И неизвестно, как они могут повести себя. Дело в том, что площадка предназначена для выгула собак. Свободного, без намордника, без поводка. И бывает, но не часто в нашем городе, что встречается несколько собак. Но обычно владельцы собак всегда могут между собой договориться. Они знают, сможет ли собака мирно играть. Или она будет конфликтовать. И, соответственно, ее отпускать не надо. Она может гулять только одна. Содержанием площадок с начала текущего года занимается предприниматель Алексей Ходунков. По заказу муниципального учреждения «Чистый город». Кто будет содержать их в 2022 году, определят 18 ноября на электронном аукционе. Победителю торгов предстоит в течение года очищать территории от мусора, собирать мусор из урн и вывозить на полигон ТБО. Очищать от снега, подсыпать тротуары песком. В случае поломок производить ремонт деревянных конструкций, скамеек, ограждений. Состоянием площадки, конструкции элементов, отсутствия мусора. То есть и все, чтобы необходимо было. Целости, сохранности. Также отсутствие наличия предметов, которые будут угрожать животным и людям. Кроме этого, в перечень видов работ входит покраска поверхностей элементов оборудования и ограждения. Завоз песка, восстановление и ремонт информационных стендов. А также покос, сбор и вывоз травы с площадок и прилегающей территории. Восстановление покрытий из твердых материалов. В общем, работы у подрядчика достаточно. Ремонтом приходится заниматься постоянно, так как площадки регулярно становятся объектами вандализма. Очень много у нас, практически день через день у нас очень много повреждений. Ломают ограждения, конструкции различные. То есть постоянно, каждую неделю, не по одному разу ремонтируют подрядчик. К сожалению, да, сейчас у нас видеокамер нету, как и по детским игровым площадкам, как и по выгулу домашних животных. Вот нет у нас видеокамер, когда можно вот слеживать, хотя бы вот узнать, кто это вот вандализмом занимается, так называемым. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, рекомендуют обустраивать от 400 до 600 квадратных метров. В условиях сложившейся застройки их размер может быть уменьшен, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Напомню, как указано в правилах и нормах по благоустройству, владельцам животных необходимо предотвращать нападение своих животных на других животных и людей, а также соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. Также запрещается нахождение или выгул собак без поводка и намордника на детских, спортивных площадках и местах массового отдыха. Их неисполнение влечет наложение административных штрафов. Александра Литкова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека. Продолжение следует...